Приветствую тебя, дорогой мой друг! И нет, на моем канале не перестали выходить игровые видеоролики, просто на время я решил, что стоит выпустить несколько видео, связанные с оформлением канала, ну и мне просто интересно именно вот в этой сфере немножко поразвиваться и делать видеоролики именно в такой тематике. Но также скоро выйдут еще игровые видеоролики, и не только на Майнкрафт, но и еще на одну достаточно интересную игру, поэтому если тебе интересно, что это за игра, и тебе вообще интересно смотреть видеоролики на моем канале, то не забудь подписаться и поставить лайк на мой видеоролик, ведь чем больше лайков, тем больше есть интерес и желание снимать дальше видеоролики и выпускать их еще чаще. Ну а сейчас я предлагаю посмотреть тебе интро, которое я сделал совершенно недавно, и оно у меня новое, надеюсь оно вам понравится. Ну а после интро, мы перейдем с вами к фотошопу и начнем делать новую превьюшку для канала. А мне-то как жаль. Правда в том, что после стольких лет начинаешь терять не только аппетит. Когда так долго носишь маску, то забываешь кто-то под ней. Вот мы с вами и в фотошопе, где у нас множество ничего непонятного для нас, но сегодня мы с вами некоторые вещи поймем. Окей, в общем я добавил уже картинку, которую я буду использовать на фоне, и думаю, что сейчас вы точно понимаете, что данная картинка говорит о том, что превью, которое я сегодня сделаю, будет подходить для любого канала, для любой тематики. Только лишь поменяйте фон и текст, который вам нужно будет вписать в определенном месте, и все. Дальше все готово, можете заливать на YouTube, можете заливать видеоролик с этой превьюшкой, и у вас все будет круто. Ну что, для начала нужно поработать, конечно же, с самим фоном, добавить сюда прям мелкую такую цветокоррекцию, добавим цветовой тон, насыщенность, и посмотрим, как это будет выглядеть уже с эффектом. Ну и добавив цветовой тон, насыщенность, мы видим, что картинка стала намного темнее. И зачем я это сделал? Ну, наверное, по достаточно понятным причинам, фон должен быть светлым, и фон не должен выделяться, потому что главное, на что нужно сперва смотреть, это текст, который у вас будет в будущем. Если текст у вас нечитабель, на него никто не обращает внимания, все смотрят на картинку, то это лишь минус для вас самих, так как вы не смогли преподнести своему зрителю нужную информацию в первую очередь. Сперва он теряется, смотрит на вещи, которые он не должен, по идее, смотреть сразу, а потом только на название видеоролика. Порой это отбивает желание смотреть видеоролик, потому что превьюшка не вызвала должного желания зайти и посмотреть, что вы вообще забили на ютубе. Ну ладно, меньше слов, больше действий. Сейчас я сделаю текст и сделаю рамочки. Рамочки я сделаю достаточно простым, наверное, способом. Я просто нажму сюда, я просто напишу 1280. Ну, это условно, на самом деле, здесь без разницы. На 720 нажму ОК, вот эту штучку я закрою. Дальше мы перейдем сюда, сюда, нажмем Ctrl-T, сделаем как-нибудь вот так, и дальше мы ее вот так вот растягиваем, смотрим, как она нам нравится, подбираем нужный нам радиус, все, предположим, ну вот так нам понравилось, нажали ОК, первое готово. Теперь нам нужно сделать такую же снизу, особо заморачиваться не буду в этом плане, просто возьму, перетащу под таким же углом, как-нибудь, ну вот так вот, чуть-чуть я ее подкручу, где-нибудь до сюда доведу. Ну и, собственно, у нас уже получилась замечальная композиция того, как у нас это будет выглядеть в будущем. Сейчас я добавлю сюда картинку, наложу ее на наши прямоугольники, и покажу вам, что уже будет выглядеть в полноценном виде. Ну а в полноценном виде мы берем вот такую вот картинку, не обращаем внимания, что она розовая, мы изменим ей цвет. Дальше я хочу сразу же сделать смарт-объекты, вот здесь, и предположим, вот здесь. Точнее, не предположим, а так оно и будет. Дальше нажимаем Alt, привязываем эту картинку сюда. Дальше я просто нажму Ctrl-J, опущу пониже, привяжу к этому прямоугольнику, и вот так вот у нас уже это дело получается. Дальше нажимаю Ctrl-U, либо же русское G, и дальше я играю с цветами. Ну, например, мне понравился вот этот вот такой вот цвет. Ну ладно, нет, не такой, чуть-чуть потемнее. Все окей. Минус 85, мы просто запоминаем. Дальше мы еще раз Ctrl-U, и минус 85. Все окей. И мы видим, как у нас с вами изменилась картинка. Дальше мы заходим, например, вот эту верхнюю, и немножко ее сейчас изменим. То есть я не хочу вот этот светлый уголочек делать, я хочу вот как-нибудь вот так. Окей. И сейчас я ее еще растяну. Все, отлично. В общем, получилось у меня две такие картинки, подпихнуть сверху, снизу. Теперь нужен текст. Текст мы сделаем точно так же элементарно. Шрифт я уже вот этот буду использовать сразу, говорю. То есть, дальше мы просто пишем новый, например, видосик. Все. Написали новый видосик. Жали сюда. Подвинули его сюда. Дальше зачнем настроечки. Сейчас он пофи можно вставить здесь. На самом деле, принципиально. Если вы, конечно, любите порядок, то можете настраивать здесь все как есть. Также можете переменовать файл для более удобной работы. Ну, я особо этим заниматься не буду, потому что превью не будет особо нагружать ваш фотошоп, и здесь не будет очень много файликов. Поэтому все, зашли. Добавили обводочку. Все. Обводочка есть. Нет. Нет. Мое никуда с вами добавили. Обводку можно добавить на текст. Все. Заходим в новый видосик. Нажимаем сейчас все получиться. И нажимаем «Выполнить обводу». Да. Все. У нас получилось это сделать. И дальше мы просто меняем цвет текста на тот, который мне нравится. Например, на такой вот. Все. Даже чуть-чуть потемнее. Окей. Окей. И... Красиво. Да, красиво. Почему нет? Ну, то есть, кто поспорит. Обводку вы можете сами настраивать. Можете вообще убрать. Можете добавить сюда тень. Можете добавить сюда свечение. Что угодно, как вам нравится. Дальше я добавлю сюда свои любимые три эффекта. Опять же, кто смотрел предыдущий видеоролик, тот молодец и знает, как с ними работать. Кто не знает, ну ладно, так же быть, последний раз скажу. Нажимаем «Картинку». Нажимаем «Онажимание». Выбираем либо экран, либо замена светом. Здесь уже, как вам нравится. Здесь особо какого-то правила прямо нет. Все. Так же мы работаем с остальными файликами, которые у нас не имеют прозрачный фон. И после этого я вам сейчас покажу, что у меня, в общем, получится. Ну и вот так у меня уже выглядит обработанная картинка. Добавил я эффектики на нашу верхнюю и нижнюю вот эту картинку, рамочку. Туда просто добавил частички огня, которые вы также можете менять по цвету, как вам угодно, на Ctrl-G или Ctrl-U по-английски. Так же добавил я эффект вот этот вот, не знаю, как его назвать, на общую картинку. И так же я применил замену светлым. Здесь я применял режим «Экран». Ну и так же я добавил вот эти вот огоньки, поставил я их около текста. Так же использовал режим наложения «Экран», как вы сейчас можете это все увидеть. А, нет, замена светлым, окей, извиняюсь. Вот так вот у меня уже получается. Теперь я хочу добавить рамочку. Да, я люблю очень сильно делать рамки на превью. Они у меня почти везде есть. Так, 1280 на 720, окей. Делаем вот так. Дальше заливку мы уже убираем. Добавляем сюда нашу с вами обводку. Вот у нас будет, предположим, фиолетового цвета, что, наверное, будет плохой идеей сейчас. Ставим это все дело вот так. Нажимаем Enter. Дальше мы заходим еще раз сюда. Ставим, ну, 6 пикселей, предположим. И делаем это пунктиром. Вот, все. Я вас научил делать пунктирную обводку, а не сплошной полоской. Ну, и мне не нравится текст, который я применил здесь. Я его, наверное, поменяю на какой-нибудь, ну, давайте белый. Все, окей. Получили мы белую с вами вводочку. Смотрим, как она выглядит. Выглядит она достаточно плохо, потому что я ее не расположил поверх всего. Все, я ее располагаю поверх всего. Это выглядит уже круто. У нас остается пустое пространство вот здесь. Сейчас я сюда добавлю иконку видеоролика. Добавляем вот сюда иконку видеоролика. И если вы захотите ее подогнать по цвету, который вам интересен, опять же, то есть, взяли. Там, ну, минус 85. Все, окей. У нас картинка в едином стиле. Все красиво. И все вроде как даже круто выходит. Но, опять же, можно все редактировать, можно все изменять. Все на ваш вкус и взгляд. Если вам что-то не понравилось, что-то изменили. Что-то захотели добавить, скачали, добавили. Но лучше всего, я вам скажу, не качать заготовочки, а делать их с нуля. То есть, вы, по сути, все видели на видеоролике, как я делал. Если вам что-то непонятно, то 100% я это показывал в предыдущих видеороликах, как я это делал. То есть, ничего особо сложного здесь нет. Вы делаете это сами. Вы запоминаете, как это делается. И учитесь там улучшать свою работу. А когда вы качаете просто готовый шаблон, то вы мало чем учитесь. Вы просто там заменили слово, заменили картинку, все. Ну, опять же, это как ему удобно. Ну, а я напоминаю, что свой шаблон я оставлю в комментарии, закрепленном под видеороликом. Там вы сможете перейти по ссылочке и скачать готовый шаблон, который сможете в будущем изменять. Ну, а на этом, я думаю, все. Я благодарю вас за просмотр. Надеюсь, те, кто подписан на мой канал, еще поставят колокольчик и поставят лайк. Ну, а те, кто еще не подписались, подпишутся и напишут какой-нибудь приятный комментарий. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Всем удачи. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok